НОВОСИБИРСКИ 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 Вернее как, мы обращались, общественность Новосибирска обращалась к властям, чтобы эту тюрьму не сносили, а делали, скажем, комплекс мемориальный. Потому что у нас нет нормальных, вообще просто фактически есть, кроме памятной доски, ничего нет о том, что у нас был СИБЛАК. У нас ничего это не сделано. И, соответственно, мы не помним тех уроков, которые нам преподнесла история. И сейчас история нам фактически вот из прошлого передала вот это послание. И мы должны действительно понять, что произошло, и сделать выводы, и сделать так, чтобы больше этого не допустилось. А что вы делаете для этого? Мы обратились к администрации Новосибирской области, мы обратились к правоохранительным органам, к руководству правоохранительных органов, как правоприемников тех органов советских, которые осуществляли массовые репрессии. О том, что во имя восстановления исторической справедливости они должны сделать все для того, чтобы восстановить личности этих людей, увековечить их память. И если эти люди были незаконны, действия в отношении них были незаконны, то родственники этих людей должны получить достойную компенсацию. Вам уже ответили или пока еще нет? Мы ждем ответа. Надеюсь, что он в ближайшее время будет. Скажите, пожалуйста, а кто продал это здание тюрьмы для застройки? Вот вы знаете, наверное, все-таки это такая какая-то ирония, да? То есть, во-первых, на месте этой тюрьмы будет строить живой дом. А на костях? На костях. Я не знаю, как люди там будут жить. Как они с этим будут жить? И продавает областная администрация этот дом. И вы к ней обратились? И мы к ней обратились. Ну, раз вы не сделали одно дело, так сделайте хотя бы то, что должны сделать. И вы надеетесь на какой-то результат? Вы знаете, наверное, лучше ответить, почему мы это сделали. Потому что я для своей страны не хочу никакого террора. Ни красного террора, ни зеленого террора, никакого бы то ни было еще. И обращаясь к прошлому, и вспоминая тех, кто погиб, тех тысячи, десятки тысяч репрессированных, я тем самым хочу не допустить повторения этой истории. Я хочу, чтобы у нас не было политических заключенных, чтобы мы могли свободно жить в своей стране и говорить то, что мы думаем, и бороться за свои права, не опасаясь, что к тебе завтра в дверь постучат. А вот это, по-моему, очень важно. Поэтому то, что мы делаем для тех, кто погиб тогда, мы делаем не только для них, но мы делаем это и для себя. Если люди не хотят слышать эхо истории, то они рискуют услышать крик ужасного, настоящего, повторяющего прошлое. Смотрите «Притвестник». Продолжение следует...